Всем привет! Сегодня 20 сентября. Я сплавился по реке Березина. Маршрут составил примерно 10 километров и занял у меня, наверное, часов 6 или 7. Клев сегодня щуки начался весьма внезапно. Где-то, наверное, только в 5 вечера. Но зато поклевки были... Ну, наверное, бывало такое, что прям через заброс поклевки. Щука, конечно, мелкая. Было поймано несколько рыб более-менее неплохих. В общем, рыбалкой я остался очень-очень доволен. Приятного всем просмотра! Есть первая поклевка. Большая щука. Блин, перекрутила воблер, чтобы не обрезала его только. Подменял воблер и, наверное, на втором или третьем забросе. Не очень большая щука. На максклад взялась. Сейчас ее отпустим. Продолжим рыбалку. Ну, так, достаточно долго уже плыву. Поклевок пока что не было. Это первая. Ну что, отпускаем ее подрастать? Небольшая щучка. Ну, скорее всего, она тут, малька. Вдоль берега гоняла. Может быть, не она, но в том же месте примерно взялась. Такая небольшая щучка. До Моап. Редко ставлю этот воблер. Ну, здесь трава. Воблер идет достаточно мелко. Решил поставить, я не прогадал. Рыбу. Отпускаем. Какая-то небольшая щучка, пожалуйста. Сработал Лаки Крафт Блинкен Новэл. Такой достаточно редкий воблер. Мелкая щука. Пускай плывет. Взялась щука. Конечно, когда на мели берется рыба, очень так. Ну, интересно. Потому что ты наблюдаешь полностью за воблером. Это как в детстве, когда вот карасей ловишь и наблюдаешь не за поплавком, а за тестом. Так и здесь наблюдаешь. За воблером. Какая-то щука вся покоцанная. Видно, какая-то ее прабабушка решила скушать. Ну, какая сильно покоцанная щука. Здесь так вообще спина вся. Мы эту рыбу даже не будем пытаться кушать. Сейчас отцепим ее и отпустим. Отпускаем эту бедолагу. Ах ты, показалось, за траву зацепилось. А это, кажется, в самой траве сидело. Ах ты, за траву зацепилось. А это в самой траве сидело оказывается, хорошая щука. Честно, даже не ожидал. Там просто очень мелко. Прямо на самой-самой мели. Я даже не знаю, где она там скрывалась. Ну, такая уже, наверное, полторашечка, может быть. Опять, кстати, щука покоцана. Вот хвост есть такой погрызенный. На этом участке, походу, ух ты, а с этой стороны вообще какая-то жесть у рыбы. Просто кусок мяса выеден. Что здесь такое происходит на этом участке реки, я вообще не понимаю. Либо здесь какой-то монстр охотится на своих сородичей. Либо, не знаю, может, выдра какая-то. Чупакабра. В общем, достойная рыба. Приятно. Целый день такой моросящий дождик. Погода дискомфортная, если честно. Поклевок приходится ждать долго. На реке я, наверное, уже нахожусь часа, ну, четыре. Получается, какая пятая рыба за четыре часа. Ну, судите сами, много это или мало. Ради спортивного интереса я даже взвешу эту щуку. Ну, практически килограмм 900 граммов. Неплохо, неплохо. Конечно, далеко не трофей, но весьма-весьма приятна щука. Желанно на самой мели, в самой траве, сюда же мы ее и отпустим. Пускай плывет. Пытался рыбу искать и на глубоких участках реки, но там поклевок вообще нету. Вот все эти рыбы, которые клюнули, это все на мелководном участке реки. Ах ты! Была еще одна поклевка. Интересно, это рыбу сегодня в это время включили или это потому, что я впервые поставил жакал-магалон и клев начался. То есть, его, как я поставил, наверное, за минут 25 это третья поклевка была. небольшая щучка. И, да, мне кажется, просто ближе к вечеру какой-то такой выход щуки небольшой, потому, что рыбачил я и на составник, правда, не на жакал-магалон, другой составник, но поклевок не было. Лоблер, конечно, классный, но не думаю, что прямо именно из-за него начался клев. Скорее просто, на самом деле, какой-то такой вечерний выход рыбы. Есть еще одна поклевка. Ах ты, сошла щука. Блин, была достойная такая. Я ее видел, на поверхности взялась. Сразу же в траву завела и сошла. Но была неплохая, неплохая. Ах ты. Была такая поклевочка, ну, совсем такой. Даже контакты я не почувствовал, я только увидел по силуэту, как щука слегка кусанула приманку. Так что ж такое-то? Третья поклевка и третья не реализована. Хотя до этого было 5 из 5. Да, щуку, конечно, включили. Потому что за сколько тут буквально? Минут за 15, может, уже какая поклевка. Вот такая уже достойная рыба. Жакал Магалон ловит. Не хочу ее проверять. Именно он все-таки начал ловить. Либо щуку включили. Ловит и ловит. Надо наслаждаться. Тем более до темноты уже остается наверное часа может 2 с половиной. Так что надо наслаждаться. А рыбу сейчас мы отпустим. Конечно в такие моменты понимаешь как много мы проплываем рыбы которая просто не берет приманки. Просто потому что она не голодная не хочет есть или еще по каким-то причинам. Потому что сколько я проплыл в таких вот участках сегодня ну не было клево. Вообще не было. Ну а здесь вот на протяжении наверное метров 150 буквально уже какая поклевка. Плыви. И опять была поклевка. Вот только щуку отпустил следующий заброс. Опять поклевка. Ну вроде бы небольшая щучка была. Но опять не засеклась. Помазала щука. Опять ударил по приманке. Запутал ее. Не взялась. Поклевки на мели конечно это зрелище. Ну отцепилась. Не хотела ее доставать. Тут тот же летал Магалон. Щучка не очень большая. Поэтому поэтому большого интереса в том чтобы достать ее на борт не представляется. что ж такое-то. Это была щука покрупнее. У меня получается твич такой достаточно быстро без пауз. Потому что здесь мель все-таки Магалон это суспендер и он сразу зарывается в траву. Поэтому приходится твичить быстро и щука получается частенько видно. Не успевает нормально прицелиться. Неожиданно взялось. Просто подклевок не было достаточно долго. Ну относительно я имею ввиду того клева который был. Щуку как-то резко включили а потом резко выключили. И вот сейчас спустя наверное минут уже 15 первого поклевка даже так неожиданно было. Все-таки что-то там взялось. Окун что ли? Да, потому что его повадки вот такой чахнул где-то рядом с приманкой. здесь не похоже было на щуку. Я потом добрал. Такая щука вроде небольшая. Но с таким ударом атакует эту приманку сразу показалось что что-то крупнее будет. Прям так дерзко атаковало. Небольшие щучки. но клев конечно радует. Клев именно после пяти вечера начался и в принципе не прекращается. Он немножко конечно стал не такой активный но тем не менее он есть и это радует. взял и сразу же отпустил он. Да что такое там был опять ударчик и запутал приманку. Это все из-за активного твичинга я так подозреваю. Что-то и так не самое меткое животное все-таки наверное она догнала примерно в том же месте. А здесь получается твичинг активный джакал Магалон воблер юркий и щука частенько видно промазывает такой стандарт клюет рановато подсек т.е. не было даже удара заметил как приманка скрылась из вида подсек и достал воблер изо рта у щуки на коротке взялась Практически приманку хотел доставать Сейчас отпущу не дергайся Вот такой стандарт В траве сидит рыба Промазала еще одна мелочевка промазала вот интересно по той стороне был клев потом начался глубина и все и клев просто как обрезала переплыл на эту сторону реки где опять мель и опять клев начался О, щука небольшая но по крайней мере клюет На глубине я сегодня тоже провел достаточно много времени пробовал там и силикон и разные воблеры но вообще поклевок не было Но на мель хоть что-то клюет при том неплохо клюет И опять ударчик мелкой щучки Походу три заброса и три поклевки Что-то потемнело Щука наверное совсем уже окосела не может нормально попасть на приманки Очередная мелкая щучка и опять намелим Опять тот берег начался с глубинам И клев прекратился Переплыл на мелководный берег и шнурок взялся Уже так сумерки такие немножко я бы сказал Тут остается ловить недолго Закончил я на сегодня свою рыбалку Ближе к ночи Клев в принципе пропал Поэтому продолжать дальше рыбачить нету смысла Тем более еще до места высадки плыть наверное полкилометра потом топать за машиной Потом еще ехать в город больше ста километров В общем домой попаду наверное к полуночи Рыбалкой я остался очень доволен Хоть рыба была и мелкая но эмоций доставило очень и очень много На этом у меня все Всем пока Продолжение следует...